Приветствую вас, Аноним. Я думаю, что основная проблема заключается в вашем страхе близости с мужчинами. Когда человек боится близости, когда человек боится довериться, когда человек боится открыться, он, как правило, ведёт себя именно так, ну вот, как вы описали. И отсюда желание контроля, это безопасность. Ну, это вот история, связанная как раз с безопасностью. То есть вы, ну, боитесь, вы боитесь, что он как-то вот, ну, что вашей безопасности будет, будут угрожать. Вот. Вопрос только заключается, конечно, в том, кто конкретно будет угрожать вашей безопасности и почему. Вот. А, ну, по крайней мере, это вот то, на что вам нужно обратить внимание, да, на то, что вы боитесь близости и, соответственно, есть вот такой страх того, что... Вам сделают больно. То есть вы защищаетесь от мужчин. Вы, с одной стороны, хотите... Ну, хотите, с одной стороны, для себя чего-то, да, вот, с одной стороны. Но, с другой стороны, вы не готовы для этого чего-то, вы не готовы принять это что-то. Вот. Вы просто на просто боитесь. И вот страх близости, который присутствует, да, вот, он, именно с ним необходимо работать и именно его необходимо корректировать. На мой взгляд, такой скромный. Вот. А, потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... А... Иначе вы так вот и будете опалкивать мужчин. Вот. Иначе вы так и будете как-то вот... выглядит совсем не той, кто вы есть в отношениях с мужчинами. И это будет, конечно, вас продолжать всё больше и больше удручать. С другой стороны, есть некая неуверенность, как мне видится и думается, есть некая неуверенность в себе, которую вы пытаетесь также компенсировать за счёт, ну, за счёт мужчины, вот, за счёт мужчин. Вы пытаетесь как-то вот решить эту проблему. А, вот, проблему решить, к сожалению, не получается, потому что проблема решается немножко, ну, по-другому она решается, не так, как вы её решаете. Вот, но, как-то, как-то вот, ага, как-то вот иначе, как-то вот иначе поступить, ну, вы совершенно очевидно не можете. Вот, потому что есть всё-таки такой, у вас, м-м-м, страх, страх, ну, страх достаточно серьёзный. Вот, есть достаточно серьёзный страх, что вы можете там быть слабый, и так далее, а слабо быть вы боитесь. Вот. Короче, эээ, короче, эээ, всё то, в чём вы не уверены в себе, вот всё это, в чём вы в себе не уверены, вот всё это вы пытаетесь, ээээм, компенсировать, ээээм, значит, ээээ, ну, компенсировать за счёт, мужчинам, вот, и это, конечно, ни к чему хорошему не приводит, но это, надо сказать, и не может ни к чему хорошему привести, в принципе, потому что, как бы, попытка, попытка за счет другого человека решить свою проблему, всегда приводит, к сожалению, только лишь к негативу. Это абсолютно нормальная история. Опять же, как правильно заметил мой коллега Кудрачев Игорь Леонидович, что нельзя просто взять и прекратить что-то делать. Вот. Если вы сейчас какую-то, ну, какую-то позицию занимаете, да, вот именно сейчас, что вам она эта позиция для чего-то, получается, нужна. И наша задача разобраться с тем, для чего вам нужна ваша позиция, зачем она вам нужна. Значит, задача заключается в том, чтобы понять, какую проблему свою вы пытаетесь решить. И не нужно избавляться от этого, прям, вот, как вы говорите, прямо радикально, да, братья, избавляться. Нет, не нужно. Нужно посмотреть, какие желания вы пытаетесь реализовать, помочь вам их реализовать другим, более конструктивным путем. Причем делать это необходимо параллельно с тем, что вы делаете сейчас. А не исключительно. То есть, ну, не путем исключения, да. И тогда ваша эмоциональная сфера будет более спокойная, она будет более гармоничная, она будет более адекватная, вы сможете перестать видеть мужчин, вот так, как вы видите их сейчас. Вот, вы начнете видеть мужчин и все-таки личность. Это очень важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.